Один убитый и четверо раненых. Таковы результаты перестрелки в поселке под Харьковом. По версии полиции, это всего лишь бытовой конфликт и хулиганство. Что же на самом деле происходит и почему правозащитники говорят о риске возникновения массовых беспорядков, знает Светлана Шакера. Конфликт между цыганами и жителями Альшан вспыхнул еще в воскресенье. В кафе 16-летнего Рома Руслана якобы ударил поселковый голова Андрея Литвинов. Он зашел, попить чаю. Старый подошел, ударил его, не зашел. Сегодня утром председатель постсовета Андрей Литвинов и его отец, депутат облсовета Алексей, вызвали руководство ромской общины на переговоры. Якобы население жалуется, что цыгане ведут себя недостойно. Литвин старший позвонил моему отцу. Соберись в цыгань, будем разговаривать. Предупреждать, какие-то цыгане приезжают. Будем всех высылать. Переговоры закончились перестрелкой. Мы были чеченцы с травматами, калашами. Да, и Литвин взял пистолет и выстрелил в отца. Вот этот, старший Литвин. А когда отец мой лежал, я до него подбежал, и мне выстрелили. Вот видите, мы зацепили. Глава ромской общины Николай Каспицкий скончался от огнестрельного ранения в спину. Еще четверо ромов в больнице, тоже с пулевыми ранениями. А вот версия других участников конфликта поселкового головы Андрея Литвинова и его отца. Начали общаться люди с цыганами. Мы местные тоже, это гельшанские все цыганы. И в ходе этих разговоров, разборов произошел у них конфликт. Ну, в том, что молодежь просто ведет себя неадекватно. Нет, я стоял, просто разговаривал с ними и все. А когда все уже заварилось, я увидел, что человек лежит. С двумя цыганами бросил машину и отвезли в больницу. В полиции скандал попытались замять. Дескать, перестрелка всего лишь бытовой конфликт. И стреляли якобы из травматического оружия. Конфликт выник на побутовом грунте, в результате которого были сделаны выстрелы, пострелы, пострелы одния группа и осіб, и другие. Это хулиганство. К вечеру все же открыли уголовное производство по статье убийства. Но задержанных и подозреваемых до сих пор нет. Если правоохранительные органы не сработали на опережение и не предотвратили этот конфликт, то это говорит о работе и местной власти, это говорит о работе и полиции, участкового и так далее. Возмущенные ромы днем пытались штурмовать больницу, где находится тело погибшего. Туда их не пустил кордон полиции и нацгвардии. Под охрану взяли и здание постсовета. В Ольшаны прибыли представители ОБСЕ и правозащитных организаций. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область.